Друзья, спасибо за аплодисменты, спасибо всем, кто сегодня пришел к нам в студию, здесь у нас и политики, депутаты Верховной Рады, есть даже представители администрации президента, а здесь журналисты, политологи, и я, ведущий программы, Евгений Киселев, и мне сегодня помогает мой коллега, как всегда, ведущий подробности, Алексей Лихман, прошу вас его купили. Евгений, давайте я сегодня, мне сегодня хотелось бы перехватить у вас инициативу, и первый вопрос задать не нашим гостям, а вам. Забудьте на несколько минут о том, что вы журналист, только что, а специалист по Ирану, по первому своему образованию. Буквально несколько минут назад в подробностях я рассказывал зрителям о том, что случилось за последние сутки, знаковое в Америке, это то, что Америка пошла на смягчение режима в отношении Ирана. Уже даже начали говорить о том, что могут снять санкции, эмбарго с поставок нефти и газа у этой страны. Как специалист по Ирану, прокомментируйте кратко, если возможно, о чем это говорит, как это может ударить по России, ну, какие выгоды от этого будут Украине. Ну, спасибо, Алексей. Ну, на самом деле, с моей стороны, было бы самонадеянно назвать меня, себя, экспертом, специалистом по Ирану. Я действительно историк-востоковед по образованию, действительно защищал диплом по новейшей истории Ирана, действительно там долбил персидский язык много лет, до сих пор там при желании могу немного на нем разговаривать, но, конечно же, первая любовь не ржавеет, и я стараюсь смотреть внимательно, следить за тем, что там происходит. Ну, собственно, договоренности были достигнуты в Швейцарии, действительно, существует вероятность того, что Иран, со своей стороны, существенным образом сократит, почти свернет свою ядерную программу, а в обмен на это Соединенные Штаты и их западные союзники снимут с Ирана санкции, и в том числе санкции на... которые существенным образом ограничивали экспорт нефти. Означает ли это, ну вот то, что тут же обвалятся цены на нефть, потому что Иран этой самой своей нефтью завалит рынок? Ну, это не совсем так, потому что Иран не сможет этого сделать сразу. Во-первых, еще месяца три понадобится на то, чтобы финализировать эти договоренности, это первое. Во-вторых, за годы эмбарго, за годы санкций иранская нефтяная промышленность очень отстала. Нужно время для того, чтобы возобновить производство вот в этих масштабах, там примерно 2,5-3 миллиарда, миллионы, простите, баррелей. Я хочу уточнить, что биржи отреагировали буквально за первые несколько часов, за три часа цена на нефть несущественно может быть не так, как бы нам хотелось, но уже снизилась. Это правда. Но я к чему говорю, что вот до того, как были введены санкции, до того, как Иран стал сокращать свое нефтяное производство, уровень добычи был там примерно 2,5 миллиона, 3 миллиона баррелей в сутки. Сейчас только миллион. Для того, чтобы вернуться к прежнему уровню, нужно расконсервировать законсервированные мощности скважины. Нужно реанимировать некоторые скважины, нужно срочно внедрять всякие передовые технологии и прочее, прочее, прочее. Но, с другой стороны, у Ирана есть почти 40 миллионов баррелей своих запасов, и условно говоря, там в течение ближайших месяцев, там 2,5 месяца, даже если Иран будет по полмиллиона баррелей продавать в сутки, то, по сути дела, на 25% каждый раз будет повышаться количество нефти, которое поступает на рынок сверх спроса. Вот сейчас спрос на мировом рынке примерно превышает предложение на полтора миллиона баррелей, а будет на 2. И, конечно же, это будет означать, что давление на нефтяные цены будет колоссальное. К тому же, Иран будет продавать, конечно же, с большим дисконком, потому что ему надо вернуть на... То есть, со скидкой. Ему надо вернуться на рынки, завоевать новых клиентов, потому что старые не перебегут к нему вот так вот, в том числе и российские. Ну, в общем, будет интересно. В общем, понятно, что оптимизм... Потому что сейчас, скажем, в Израиле чрезвычайно болезненно на все это отреагировали, американские республиканцы на это все болезненно отреагировали, говорят, что правящим мулам, паэтолам в Иране нет никакого доверия, потому что там есть и крайние рекционеры, и абскурантисты, и люди, которые искренне до сих пор верят в лозунг экспорта исламской революции и прочее, и прочее, и прочее. Но вот то, что я пока успел прочитать, там ликование сейчас. Там в Иране сейчас ликование, потому что нынешнее поколение иранцев, вот самое активное, 35-40 лет, они уже все родились практически после исламской революции. Вот это вот исламские порядки, этот железный занавес им вот тут вот где, и они страшно надеются, что в стране начнется модернизация. Вынуждены прервать, а видятся гости. Хочу только одно сказать, с ролью эксперта вы справились. Спасибо большое. Давайте вернитесь в журналистику. Короче, давайте все-таки от Ирана к нашим скорбным внутренним делам. Ну, как я говорил, там анонсируя наш сегодняшний выпуск в программе подробности, все те же вопросы стоят на повестке дня. Реформы, почему они идут медленно, а общество ждет результатов, а результатов во всяком случае вот таких вот ярких, видимых, пока очень немного. Ну, хотя вот сегодня, например, вдруг мы узнали о том, что чуть ли не все руководство Министерства здравоохранения уходит в отставку. Видимо, там или конфликт, или это начало реформ, не знаю. очень много появилось в последнее время слухов, и хотелось бы тоже как-то прояснить, насколько под этими слухами имеются основания, скажем, о том, что могут быть досрочные парламентские выборы, потому что коалиция трещит по швам, или наоборот, что местные выборы могут быть отложены по тем или иным причинам, и как-то может, скажем, повлиять на процесс реализации минских договоренностей. Вот примерно такая повестка дня. Но начать я хотел бы, вот, благо к нам согласился прийти замглавы администрации, я имею в виду администрации президента Дмитрий Шимкев. Я просто хочу отослаться к тому, о чем он говорил на уходящей неделе на брифинге. Это был 31 марта. Вот Дмитрий сказал, что из 290 обязательств коалиционного соглашения на сегодняшний день выполнило лишь 15. Вы не оговорились, Дмитрий, что составляет около 5%? Да. Что действительно так плохо? Ну, я бы не сказал, что это настолько погано, потому что... Ну, звучит не очень, звучит пугающе, если честно, Дмитрий. Если смотреться загалом, 290 это экономические вопросы, которые касаются коалиционной соглашения. В целом, в коалиционной соглашении 513 пунктов, которые необходимо выполнить. И на четвертий квартал, и на первый квартал этого года, и на первый квартал этого года, это 102 обязанности. То есть, если смотреться в такой перспективе, то выполнено около 15%. Мы должны понимать, что мы имеем достаточно новый парламент, и когда мы анализируем парламент, в парламенте также принято очень много законов. Я думаю, что парламент это будет делать, я просто знаю, что такая инициатива есть. Поревняем количество законов, принятых парламентом за период своей деятельности, и мы увидим, что этот парламент набегато продуктивнейший, и много эффективнейший. Программа в том, что когда подписывалась коаляційная угода, укладывалась, и то, что было оптимистичным, выяснилось, что много вопросов в парламенте касалось военнослужащих тематик, которая, на жаль, в коаляційной угоде не знала такого представления. Аналогично вимоги МВФ, они также это были большие обговорения, большая часть законодательных актов, которые также в большинстве не были частины. То есть, если бы МВФ не требовал каких-то изменений в законодательстве, то, может быть, еще меньше было бы. Я думаю, что было бы, может быть, больше депутатов сконцентровались на коаляційной угоде. А так, было бы много вопросов, которые, возможно, отвлекали их от выполнения коаляційной угоды. Или каких-нибудь, наоборот, я все-таки не могу понять, вы довольны работой парламента, или вы оправдываете вот эти 5%, ну, хорошо, 15% с натяжкой такой большой. Ну, 15% от обязанностей, а заголов, если смотреться в заголов, то от экономических это 5%, або 3% от всех вопросов. Ну, что-то, что-то цифра не впечатляет, если честно, поэтому вы все же ответите. Вы оправдываете работу парламентариев, или вы недовольны их работой? Я бы хотела, можно я скажу про парламентариев, которые поедутся коаляційной депутатом, но Петра Порошенко. Нужно. Да, и является одним из тех, кто должен выполнять коалиционное соглашение. Я бы, наверное, не шла к цифрам 5-15. Вопрос в том, что у нас в коалиционном соглашении даже по многим пунктам не определены сроки, по которым нужно выполнить эти пункты. 34% обязательств не имеет конкретный срок выполнения. Так было сказано. Ожидания в определенной мере всегда завышены и очень сложно их оправдать в полной мере. Но, мне кажется, важно понять, что, опять-таки, по весовой категории одно обязательство, например, которые были шаги сделаны в антикоррупционном законодательстве, они могут перевешивать, возможно, какой-то один из пунктов, который там вот есть, определен какой-то технический регламент, который тоже является пунктом, но все-таки мы можем сказать, что там 15 из 290, но ого-го-го, что это лиминная доля была сделана. Я иду к тому, что полностью выполнения, конечно же, нет по срокам, вот если бы мы шли. Но, опять-таки, действие выполнения коалиционного соглашения, это не только деятельность парламента, поскольку у нас и наше правительство, как неотъемлемую часть своей программы, обозначило коалиционное соглашение. Мы не можем полностью разорвать деятельность законодательной ветви власти от исполнителя. Есть такое выражение, если виноватого нет, то его надо назначить. Кого назначаем виноватым все-таки? В том, что 15 290? Мы на деск. Можно один коментар собі дозволю. Дуже приемно было почути все-таки интонацию от пана Шимкева, когда мы смотрели 31 числа его коментар, то было незрозумимо толком, чи это негатив, чи это позитив. Сейчас я уже чую, что это не чисто в чистой воде критика, а это констатация того факта, что что-то мы выполнили, а что-то не выполнили. На жаль, я должен констатовать, что мы немного отстаем. Сейчас 5% 5% выполнили из обязан в этом году. На самом деле мы должны выполнить 6% если разбить на тот период. Сколько вам нужных парламентских нужно, чтобы выполнить все парламент? У нас есть определенный строк, которым предназначается выполнение коалиционной угоди. Это мы поступово выполним все наши обязанья. Сейчас есть представители, которые должны выполнить и согласиться с паной Агафоновой в том вопрос, что это не только ответственность парламенту, это и уряд, и те министры, которых назначали коалиционным парламентом. Поэтому сейчас реформы происходят в том порядке, в котором они должны происходить. На жаль, есть элементы, когда действительно кобутовая коррупция которая осталась еще из прошлых не позволяет каким-то способом выполнять тихий формы, но мы боремся и пытаемся ее выполнить. Это задний скамейщик наш. И очень важно понять кроме массы виправдований, какие строки выполнения в реформу. Я думаю, что когда мы говорим про оценку, первое, очень хорошо, что мы обговорим это вопрос. Есть квартал, необходимо оценить состояние выполнения. То есть дискуссия есть. Есть выяснение, которые сегодня... Это не квартал, р год уже закончится. И пошел другим. Мы анализуем не треба, не треба, не это понятие. Вы говорите про реформу. Вы говорите про реформу. И отвечаете за реформу. Есть паня Агафонова, она будет говорить про коалиционную угоду. А вы за реформу. Президент сейчас администрации тоже брал участие. Давайте оппозицию послушаем. У меня есть вопрос к преследованию президента и к коалиции. Два больших блоки. Первый блок. Вы сказали в своем вступном условии, что в жевне месяце у нас, я надеюсь, это станет. Про это сказал президент, что никакого терминования местных выборов не может, у нас будет местные выборы. У меня вопрос по какому законодательству и по какому правилам пройдут эти местные выборы. У нас сегодня квитень, и мы не знаем, а в жевне будут выборы. В время было жар, что мы на отличие от всех других стран, с непредвиденным будущим, а мы с непредвиденным минулим. На сегодня даже не знаем, что у нас сегодня происходит. В квитне мы не знаем, что будет в жевне. Мы сказали про то, что местные рады будут выбраны уже по новому законодательству стосовно того, что у них будут новые повноважения с позиции Конституции. Для того, чтобы мы имели новую Конституцию, мы должны на этой сессии получать 226 голосов и направить подание до Конституции стосовно Конституции. И, соответственно, на майбутние сессии у вересня проголосовать 300 голосами и отримать будет это или нет. Следую вопрос. Стосовно Донбассу, мы очень спешно что делали, чтобы нести местные выборы. Донбасс голосует без мира у нас ничего не будет в стране. Но, что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы действительно имеем много проблем стосовно выполнение Минских договоренностей с позиции так званых ЛНР и ДНР. Но, в Минских договоренностях есть много пунктов стосовно того, что бере на себя Украина. Мы ничего не выполнили. Опозиционный блок подав к парламенту ЦИЛ ЕС. Как можно подтверждать такую брехню, что мы ничего не выполнили? Мы не выполнили с вами. Вы проживали эти умовы, мы на сегодняшний день не выполнили. Мы на сегодняшний день не выполнили. Давайте не будем спекулювать, мы бы не пропунили в оборот. Больше ничего не происходит. Ви оперуете цифрами, выполнено 4%, выполнено 5-6% по одной простой причине. Потому что в суті немає по великому рахунку что говорите. Я вам скажу, что если вы сравниваете парламент попередній и теперешний парламент, то больше законопроектов, которые приняты теперешним парламентом, скажем, у вопрос децентрализации, подготовлены у попередние часы. На жаль, попри все зауважения экспертов, фаховців и пропозиции их доопрацювать, они недоопрацювані. Мы сьогодні маем по децентрализации «Видсутність конституционной основы». Мы маем три приняты на початку лютого законы про засаду региональной политики. Попередньо був принят про міжмуніципальное співробитничество и про право на добровольное объединение громад. Тоже у лютого приняты практически законы не працюют. Вони приняты как факт, но они мертвы в жизни, не працюют. И правильно абсолютно ставлять питание. У всех нормальных парламентах, на жаль, это не сьогоднішнего парламенту лише стосуется, если говорить про законодательство про выборы. У всех нормальных парламентах и европейским стандартом принято, что парламент попередній готує выборчие правила для наступного парламенту. Виборче законодательство повинно приниматься, если стосуется местных выборов, какомога швидше, для того, чтобы не лише парламентские політичные партії и субъекти знали правила, за которыми они принимают закон за два дни до выборов, и все другие будут гнать за тих, кто не в парламенте, кто не понимает цей кулуарной политики. У вас уже сегодня один из ваших политтехнологов говорит про исключительно мажоритарные выборы, потому партии проседают провладные, поэтому нужно сховать оцю низкий ревень электоральных проградных партий. Исши гравцы серьезные, которые влияют на качество выборного законодательства в том местном говорят о залишении системы, прогрессивная парламенту говорит про открытые списки по большинстве выборов. Это кто простите? Прогрессивная не прогрессивная не правящая коалиция, не оппозиция. Давайте слово дадим тем, кто вне. И оппозиции. Я просто говорю, как вы со стороны видите. обращаю эту ситуацию. Я вибачаюсь, я дуже вимушен перебить с поважой до жинки, но я дуже вибачаюсь. Зараз с вашей промовы останнюю. Мы должны просто проидеализовать предельный парламент, который создал правительный правительный страну. И сейчас мы говорим, что только предельный парламент сделает все законы. За 4 месяца политический парламент принял больше законов, чем несколько парламентов предельных. И я не знаю, что не знаю, что не вымиряется деяние с парламентом. Больше того, я вам скажу, было. Те, что закреплено в коалиционной угоде, это изменение выборов законов. И мы это обязаны сделать. Мы это сделали. выборов. Это изменение просто дурицей. Я не как и все в парламенте членом коалиции. Вы не в опозиции. Я просто выразумите, опозиция, сегодня это слово узурпировало опозиционные блоки, но мы находимся в своей национальной нише. И мы, конечно, когда есть конкретные факты, например, коррупции или невыконания вимог Майдану, мы про это не говорим. Так вот, я хотел бы сказать про ту ситуацию, которая есть сегодня в парламенте. Про коалиционную угоду, я еще раз скажу, я не все поделяю, особенно в экономической части. Но месяц были переговоры о написании коалиционной угоды. Было подписание, сказано, что это наша дорогая карта, это план реформ, мы так долго лотировались, мы так долго изучали, сперечали. И что мы видим сейчас? Уже пятый месяц работа нового парламенту. Мы видим, цифры, 5% это экономические вопросы, 3% это нормальный ритм работы. Я думаю, что однозначно нет. Так же, если мы говорим про ситуацию в парламенте, про гули депутатов систематичные куда-то пропали, не пропали. Кноподавство, за которое так много список было в прошлом парламенте, исчезло? Нет, не исчезло. Загалом, атмосфера олигархичного лоба в парламенте остановилась, не остановилась. Я вам скажу больше, что те не много, буквально несколько, на пальцах одними руки можно пораховать реально необходимых законов, которые есть по сути программой Майдану, они были приняты в этом парламенте просто выгрызаны, выгрызаны жменько активных депутатов и общественным тиском. Если бы этого не было, этого бы тоже не было. И, напевно, вот сейчас мы говорим про выборские правила, про то, за какими правилами проводить место и помилка, что не дотиснули еще минулий парламент, а я вважаю, что все-таки можно было его дотиснуть. И все-таки, чтобы были изменены правила выборов, и эти выборы произошли уже за открытыми списками, без закрытых списков, без мажоритарки. И очень важное вопрос, что Свобода всегда говорила, полная защита платной политической рекламы перед выборами. Потому что эти абсолютно зомбующие телеролики без жодного зместа, далее подкуп на мажоритарцы и использование разных таких брудных технологий. В результате привело до того, что у нас парламент не имеет якостей, не имеет депутатей. У нас представители всех политических сил, парламентских, скажите, пожалуйста, вашу думку персонально, выходя из трех возможных характеристик, для какой системы пройдуть будущие выборы? Первое, существующая система выборов, второе, местные выборы, открытые списки, третье, я не знаю. Вы мне можете это вопрос задавать, потому что это публично всегда декорирует. Можем быть открытые списки, это записано в коалиционной договоре, и сейчас, на жаль, по сути, происходит в промоке. Вы открытые списки для областей выборов, а по сути, это не мажоритарка, это понимание. Обозначение. Виборчая реформа очоляет виборчую реформу Володимир Борисович Грошман, поскольку это вопрос парламента. И изменения к выборчому законодательству это вопрос парламента. Поэтому я не понимаю, какие вопросы к администрации президента с этого приводом. Я вам скажу, какие вопросы. Я могу ответить. Я думаю, что я могу ответить. Я думаю, что все отвечают на это вопрос, потому что реально, когда вопрос открытой пропорционной системы в прошлом откликанке, то именно президент и его политическая сила, или народные депутаты, которые поддерживали президента, не дали возможности принять открытую пропорционную систему для этих выборов. Я хотела ответить на это вопрос. Это очень просто. Во-первых, все политические силы, которые пришли в парламент, они говорили про то, что они принимают выборную реформу. Абсолютно все. Фракция Батьковщина зарееструвала одним из первых законов, именно этот выборщий про открытые списки. И это был один из моих первых законов. Далее, что мы можем делать? Вы говорите, что пан Гройсман выборную 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 реформу. Мы, как маленькая фракция, можем идти, можем просить, чтобы этот закон поставили в порядок день, можем тиснуть, но ничего не происходит. И его чемусь, пан Гройсман, который осуществляет эту реформу, тоже не просивает. И вот, что будут они отбиваться, или не будут за открытыми выборными списками, я вам скажу, что не будут, потому что у нас за законом осталось буквально несколько недель, чтобы провести эту выборную реформу. Мы не можем вносить изменения в выборную законодательство меньше, чем в сих. То есть, ваш вариант старая законодательство? Если ничего не будет сделано буквально на следующем, на следующем то, на жаль, будет старая система, потому что мы уже затягнули этот процесс. Я хотел сейчас обратить внимание у всей Украины за одним важным моментом. Мы часто посетимаемся на наивысшую демократию европейскую СССР. Там, если политическая партия обещает и не выполняет, за ней повторно больше никогда не голосуют. Только ленива политическая партия, идущи на парламентские выборы, не обещала открытие списки. Я лично разговор про открытие списки слышу уже 7 лет, вот как работаю в Украине с весны 2008 года. Мне очень сложно закрытися. Все время я открытие список. Я для чего задав питание представникам народных депутатов. Для того, чтобы сегодня они дали ответ, а завтра у них появилась политическая ответственность в парламенте это рухать. Потому что мы поговорили, поговорили, пришло завтра и мы забулись. Шановные коллеги, дозвольте как раз відповісти представнику мировой громады. Пане Андрю, дозвольте я только для справки пару вещей скажу просто. Еще было важно несколько вещей, которые произошли на этой неделе, в том числе сегодня. Если говорить о новой Конституции, совершенно справедливо кто-то сейчас уже сказал, что вообще-то мы так предполагали, что выборы в местные органы власти осенью будут проходить по новой Конституции. Так обещали. Так вот, всего на этой неделе, конкретно в среду, Джани Букикио, президент Венецианской комиссии, так весьма озабоченно говорил о том, что слишком медленно проходит Конституционная реформа и может статься так, что местные выборы не состоятся в октябре этого года по новой Конституции, что плохо. И президент сегодня, Петр Алексеевич Порошенко, проводил рабочую встречу с лидерами фракции и тоже говорил о том, что работу над новой Конституцией надо бы активизировать. Мне бы хотел, чтобы вот то, о чем говорила Марина, не повисло, что называется, в воздухе, она просто говорила о том, что снижаются рейтинги партии. Действительно, был опрос, а многие сейчас об этом говорят, в начале марта месяца Центр Разумкова проводил опрос и выяснилось в результате, что по сравнению с концом прошлого года, конкретно с первым послевыборным месяцем с ноябрем снизились предвыборные рейтинги и партии Блок Петра Порошенко, и Народного фронта, и радикальные партии Лешка. Это с одной стороны, а с другой стороны есть и другая цифра, что только три партии преодолевают, ну, понятно, это все цифры условные, когда будет уже непосредственная предвыборная борьба, то, глядишь, это все может поменяться, но вот сейчас 5-процентный барьер, вот этот символический, я бы сказал, мистический, преодолевают только три партии, а именно Блок Петра Порошенко, который при этом потерял примерно 5% своей былой популярности, партия Самопомощь, которая, ну, как бы особую позицию занимает, выжидательную, поэтому, в общем, не берет негатив на себя не берет на себя негатив, ну, извините, там оппозиционный блок, может быть, вот в этих цифрах и кроется, вот главный ответ на вопрос, почему все продвигается так медленно, возможно, выборы не нужны, и последнее, господа, чтобы просто мы чуточку улыбнулись, мы свой опрос, точнее, голосование на сайте провели, значит, как наказывать депутатов, которые не выполняют коалиционное соглашение, предложили такие варианты, переизбрать, отправить в армию, лишить зарплаты, не пускать в телевизионный эфир. Сразу увеличился. Видите, самый популярный вариант ответа отправить в армию. Не знаю, зону, а то или не в зону, а то, ну, вот как бы туда. Лишить зарплаты, переизбрать примерно одинаковое количество, а не пускать в телеэфир, ну, видимо, зрители понимают, что если не пускать депутатов в телеэфир, смотреть будет. Во всяком случае, на популярных ток-шоу. Вот вариант арестовывать депутатов в прямом эфире на ток-шоу... На прошлой неделе понравился зрителям больше. Ну, конечно, классное шоу было сделано. А может быть, скорее всего, зрители для того, чтобы политики ходили на ток-шоу? Мы коллега, журналисты еженедельных «Новое время». Я могу общаться со своими коллегами, в том числе и на предмет выборов, выборного законодательства и так далее. Что общее мнение, по крайней мере, среди тех, кого я знаю, состоит в том, что открытых списков не будет, пока это не будет выгодно большинству. И выборы пройдут ровно в тот момент, когда это будет выгодно большинству. Не днем позже, не днем и раньше. И тут мы можем все это обсуждать часами, но от этого ничего не изменится. Что вы считаете большинством? Это коалиция? Это такие решения коалиции? Да, пожалуй, главная партия коалиции. Народный фронт и Блок Петра Борисович. Эта партия коалиции может всегда сослаться на пункт, который четко закрепляет положение, что открытых списков. И не пройдут выборы, пока это не будет выгодно большинству. Сослаться, конечно, можно, Наташа, только просто не выполняется и все. А сослаться можно. Надя, вот здесь ключевое слово. Для школу главы. Ключевое слово прозвучало. Выгодно партиям, выгодно власти. А выгодно это стране. Выгодно это государству, выгодно это людям. Вот мы обсуждаем вопросы. Между прочим, реформы буксуют, потому что именно в этом тоже одна из причин буксования реформ. Скажу, вот проблема Конституции, децентрализация власти. Проблема открытых списков, это же децентрализация в партиях. Это децентрализация партийной жизни. Это демократизация, Вадим, а не децентрализация. Я имею ввиду демократизация, децентрализация, потому что тогда уйдут вожди партии, они не будут формировать закрытые списки. Съезды начнут работать по-настоящему, это власть надо терять. Сегодня ты лидер, а завтра, извини, нет гарантии, что ты будешь лидером. А когда, конечно, ты сформировал список, тебе депутаты, которые прошли обязаны, они будут слушаться тебя, они тебе лояльны и так далее. Что мы имеем? Почему мы не хотим децентрализацию? У нас же государство по своей структуре остается унитарным сталинским. Это наследие сталинского времени. Понятно, потому что если местные общины получат полномочия, ресурсы получат, кому этот центр нужен ездить там, выпрашивать деньги, сидеть в приемных, клянчить эти деньги на какие-то местные дотации, субсидии, субвенции и так далее. Сами будут зарабатывать, они сами будут хозяевами. Другое дело, я понимаю, это очень опасное дело сейчас, ну как опасно, рискованно, и надо к этому готовиться, чтобы мы не сформировали местных князьков, чтобы не было там, как бы, закрытых каких-то... Конституцию надо поменять? Значит, надо... Нет, скажу нет, нет. И не только Конституцию, надо менять экономическое законодательство, чтобы налоги, дайте, налоги по-другому были, чтобы люди почувствовали себя свободными собственниками, чтобы в их руках власть. Они будут бегать, просить к мэрам. Вот я хотел еще одну схему поднять, как раз... Поэтому, Ильич, это вопрос о власти. И власть это должна... Мик, секундочку, это вопрос о власти. И власть должна... Но, Дима, очень сложно... Подождите, это вопрос о власти. Если мы хотим двигаться в европейском направлении, мы должны поменять вот эту сталинскую, постсоветскую, советскую матрицу власти на европейскую. Владимир, просите, ради бога, как-то... Ильич, которые выборы должны четко прописать элемент откликания, как міського депутата, так и міського голову. И тогда не будет элементу міських людьми. А не вопрос о власти. А не вопрос о власти. Нет, смотрите, уже в мере такого нет. Понимаете? Вчерашний день, друзья, призываю в порядок. Марина, Марина, я вам покажу. А послушайте, еще одна важная цифра была вами озвучена, которая на самом деле меня лично потрясла больше, чем ту, которую мы с вами обсуждали. Вы сказали, что из 488 задач, которые должны быть выполнены в рамках соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, 44 имеют срок выполнения до апреля 2015 года. Апрель уже наступил, мы уже в апреле живем, и только 13 задач выполнено. То есть это что, получается, что срывается и выполнение соглашения с Евросоюзом? Так, действительно, у нас есть... И что очень важно, какой будет реакция Евросоюза? Это не народ Украины, которого потом можно на следующих выборах снова купить на рекламные ролики. Я хотел бы сделать перед этим комментарий по децентрализации. Децентрализация, например, в Швеции, длится 14 лет. Причем очень интересно, первые, просто смотрите, это есть опыт, потому что это очень сложный процесс. Мы все это знаем. Ну, извините, я, ну, может, кто-то не знает. И строилась децентрализация вокруг реформы обучения. До речи, потому что ответственность за обучение, например, в Швеции, несе безусловно муниципалитет. А за медицину регион. Это достаточно, вокруг чего строится децентрализация. И, по-перше, децентрализация уже началась с принятием бюджета в грудь минулого года, а с этим парламентом. Теперь, что до угоди про социализацию. Когда мы говорим о угодах про социализацию, действительно, есть не выполнение подготовки планов по имплементации угоди. Приблизно в пяти министерствах. Это большой объем на планах, которые не сделаны, например, Министерство экологии. Там примерно 20 планов. А есть органы влади, которые также должны подготовить планы имплементации. На жаль, снова же таки, давать оценку, это будет неправильно. Действительно, имплементация идет неправильно. И если мы сегодня поднимемся на необходимости прохания требований евроспільноты, то они говорят про создание посады вецепремьера по европейской интеграции. Но это вы сказали, что эта должность должна быть введена. Это много говорят об этом. А почему? Почему не вводится она? Почему до сих пор не ввели? Это вопрос к коалиции, это вопрос к уряду. Ну то, где вы не должны... Мой вопрос, как на это Европа? Прошу вас, пожалуйста. Прошу вас, шановные коллеги. Почему мы завжди, в этой студии уже говорим, реформы отбываются повильно? Мы делаем их неправильно. Там процентов не хватает. Там не хватает кроков, которые должны для евроинтеграции быть сделаны. Дайте я угадаю. Я вам скажу, почему вы не правы. Вы не правы только через то, что европейские коллеги, проведенные европейские политики, в том числе и канцлер Немеччины, и польские руководители, которые были започатками политических реформ в Польше, они все сказали, что этот уряд и этот парламент – это лучшая влада, которая была за все 20 с чем-то лет. А слушайте, слушайте, слушайте представникам колишней влады, которые говорят, ну, вы погано делаете, вы что-то не то делаете. Ну, не правы. Давайте, давайте, будем, да. Ну, слушайте, популистам. Обратите. Я сейчас не выступал, что я спрашиваю. Слушайте, слушайте. Я прошу, друзья. Ну, когда депутат Лангий зацепил... Опять мне приходится хвастаться. Опять мне приходится хвастаться. В начале недели был в Берлине. Разговаривал с людьми, занимающимися Украиной. Мы начинаем завидовать, что они неделя бы где-то выигрываются. Работа такая. Работа такая. Надо информацию собирать. Так вот, в МИДе встречался с людьми, которые занимаются Украиной. В ведомстве федерального канцеля встречался с людьми, которые конкретно занимаются Украиной. Но вот сказать, что вот они там мне что-нибудь хотя бы близкое к этому говорили, да? У них, я бы сказал... Я не знаю, лишь то, чтобы мы слушали наших европейских потеней, а не политики, продавайте дадим слова. А давайте дадим слова нашим женщинам, которые сидят на галерке, так что, на условиях. Олег Малыш, пожалуйста, прокомментируйте. Я тут не вмешивался пока, но это же... Вот на прошлой неделе депутат Ландсбергис, Габриэль Ландсбергис от Литвы, мягко говоря, не любящий Путина и любящий Украину, четко говорит, Европа разочарована, потому что коррупция такая же, если не хуже, а реформы стоят. И это мы слышим постоянно, об этом говорили уже и европейцы, и американцы. Я общался с польскими дипломатами, которые готовят визит Комаровского, они прямо говорят, да, президент скажет ободряющие слова, но мы не видим никакого прогресса вообще. Польша предложила 100 миллионов евро кредит, связанный под товары. Наши говорят, нет, мы не хотим, дайте же вы деньги. Практически, мы не дадим, вы украдете. Вот отношение к этому правительству. Можно дополняться? Просто, пожалуйста, Андрей, по сексу. Андрей, по сексу. Виконание коалиційной угоди трошечки в иншу площину, в том числе и стосовно европейской интеграции. Я бы хотела сказать, коалиційная угода, вона насправді складается из разделов, из разных направлений. И если говорить о направлении антикоррупционной нормотворчивой деятельности коалиции, то мы его выполнили на 100%, можно даже сказать, на 120, если это возможно. Мы приняли весь тот перелик законов, который должен быть. И я надеюсь, на следующий месяц мы будем иметь главу антикоррупционного бюро. Но если говорить, например, о вопросе военной безопасности, так же проголосовано за внесенными президентом проектами, достаточно большая количество проектов, которые касаются безопасности Украины. Но я повернусь сейчас до вопроса эффективности работы и коалиции, и уряда, потому что мы вместе. И мы тоже другие, чем были раньше. Потому что, если посмотреть на экономическую часть, она самая не выполнена, из моей точки зрения, в коалиции угоде. Все эти решения, которые мы принимали в грудь, которые мы принимали в лютом, они приняты в супереч в коалиции угоде, но за подачей уряда. И мы должны про это памятать. Поэтому экономический блок, который у нас есть, у нас вперед еще величезная работа. Проекти, которые для этого нужны, в парламенте есть. И сказать, что действующий парламент или действующий уряд гирший, чем вперед, я не могу. Потому что сегодня вышла заступная министра юстиции и заявила про то, что она узнает, что действительно были коррупционные риски, что действительно заявлены перед тем, что в разных студиях, цифры отвечают тому, что да, были коррупции, были кражи. Вы себе можете заявить в минулом уряде, который был год назад, або два года назад, чтобы действующий заступник министра юстиции вышла и сказала, да, действительно, есть такое. Поэтому изменения на самом деле есть, но, на жаль, они не те, которые я бы хотела. И самое главное, что коалиции угод, результаты и выполнения, работы парламента и уряда должны делать в первую очередь украинцы, граждане Украины. Я просто... По своему вопросу. Пан Эндрю, Тарас Черноволчий ничего не говорил. А я нам микрофоны скажу. Давно просят слово. Извините, Тарас. Прежде чем я единственный в студии, абсолютно единственный, кто не имеет подключения к микрофону в один способ. Значит, нет, ну там вас хочет микрофон при себе, а тут на дві лапки. Значит, давайте так. Перше. Не стреляйте пианиста. Он играет, как умеет. Мы начали с всего-всего. Давайте, вы уже своё поговорили, вы всё плюхо уже сказали. Давайте, вот такие вычтения, что договорились в социальные мережи. Там, на отміну от того, что происходит на самом деле, нас передали, нас слили, всё сдали, всё плюхо, всё проиграли. Потом, когда вы делаете какой-то круг, всё то, что было плюхо, в том моменте замовкают, шукают, начинают новое. Вертаёмся до реальных вещей. Мы вчепили сегодня формальный аспект коалиційной угоди. Так вот, мне, я не я членом парламенту, я колишний член парламенту. Мне, честно говоря, начхать, на сколько процентов вы выполните коалиційную угоду, но мне не начхать на другую вещь. И карать их, до речи, депутатам, за выполнение и не выполнение коалиційной угоди, хай они себе там карают. А мы их маем карать или не карать, за выполнение или не выполнение перед выборчих обязанностей и обещаний, которые они давали. Это не одно и то. Это абсолютно не одно и то. Теперь вернемся до терминов, до выполнений, до всего иного. Когда ишли на выборы, політичная сила, которая сейчас в парламенте мает ревно половину голоса в коалиции, там блок Петра Порошенко, они ишли на основе программы экономических этих всех змін 2020. Ишли, ишли. Там есть конкретно вписаны певные термени, которые нужно вкладаться в коалиции. Мы смотрели на этот цирк, который происходил с этими ничными заседаниями, один одного подседжили, один одному там что-то доказывали. Насправді, есть певные нюансы, которые мы должны выполнять за тим 20-20, которая стала основой коалиции. Коалиции угоди, мне кажется, она была немного подопсована. Потом, врешті-решт, с лишним тиском удалось примусить уряд, чтобы она стала основой урядовой программы. И меня интересует выполнение по программе 2020. По программе 2020 у нас произошло что? У нас произошло певная пробуксовка по экономических реформах. И меня это тревожит. Мене тревожит навіть трошки инше, потому что мы пошли в супереч программе 2020 и в супереч той же самой коалиции угоди в конце года, когда принимались эти экстренные заходы, которые там были параллельно с бюджетом, и которые, насправді, суперечить многим речам, в том числе и угоди про асоциацию. И нам доведется их потом отмотать назад, нам простили это, но на короткий термин, эти додковые миты и тому подобное. Это противоречный бед, то есть у нас пошел и певный реверс, и нужно это понимать, что это и факт произошло. Давайте не забываться про факт. Если, кроме официальной опозиции, которая не влияет на результаты Верховной Рады, просто не голосует, даже когда она говорит, что «за», у нас еще есть гибридная опозиция в Верховной Раде, и которая подрывает ситуацию в коалиции. Это кто такая? Ну, две фракции, «Батьковщина» и «Радикальная партия». Есть этот факт, это есть. Это полностью постоянное блокирование, або боекутывание, або взрывы графики в Росказе, постоянные перервы. Альона Шкрум, из «Батьковщины» вы гибридная опозиция или нет? Смотрите мне в глаза. Она хочет и пройти. Алексей, вы знаете, я просто прошу прощения. Я бы сейчас хотел дать возможность высказаться Наталье Агафоровой, поскольку я знаю, что мы с ней договаривались, что она после перерыва от нас уйдет. Поэтому, пожалуйста, вы должны... Я, во-первых... Стратегия 2020 – это стратегия президента. Я, как представитель блока Петра Порошенко, все-таки здесь заявляю, что коалиционное соглашение – это результат компромисса пяти фракций. И он не может быть точной калькой стратегии 2020. Это раз. Поэтому, давайте не... А какая тогда стратегия? Мы здесь уже упоминали было об этом. Это конституционная реформа. Действительно, нельзя не согласиться, что она затормозилась. Но в этом месяце была создана конституционная комиссия. Это единственная надежда на то, что действительно... Сейчас поговорим. Она уже на политику... Это не заслуга парламента, она создана председательной президентой. ...сессии парламента, чтобы решения были приняты и проголосованы. Правда? Фактически, мы имеем две сессии. Вот на этой сессии у нас есть шанс. То есть, действительно, мы понимаем, вот, например, как в прошлом году работал парламент, так у нас сессия закрылась 2 сентября и открылась 2 сентября. То есть, есть время, чисто процессуально мы можем вложиться в сроки и выполнить и минские договоренности, и пожелания Венецианской комиссии, и самое главное, действительно, желание украинцев к изменению конституции. Это в части децентрализации. Еще очень важным является изменение конституции в части судебной реформы. И я бы хотела вот здесь определить, что это, ну, тоже одно из основных и ключевых положений. Но, тем не менее, здесь процедурно мы ограничены сроками, что до июля месяца мы не можем этого сделать. Понятно, понятно. Дмитрий что-то хотел задать. Дмитрию хочу дать слово раньше всех, потому что мы тоже договорились, что это перерывет. Дмитрия 2020 – это видение, куда мы должны идти, до каких показателей, как мы, куди. А коалиційная угода – это объединение, действительно, это компромисс, который нашли политические силы для создания большинства в парламенте, которая, в свою очередь, сформировала уряд, который выполняет коалиційную угоду, на основе которой он сформировал план действий уряду. И это, мы должны все рассматривать в комплексе, но стрижным всего есть угода про ассоциацию. И она идет стрижным через коалиційную угоду, и она прямует до стратегии 2020. Но, когда мы смотрим на угоду про ассоциацию, она относится экономических вопросов, политических вопросов, но есть много вопросов, которые не есть вопросами, которые рассматриваются в коалиціях. Если подведите какой-то итог коротко, все нормально или все плохо? Я думаю, что результат того факту, что в любом организации проводится анализ того, что сделано, что не сделано, и делаются выяснения. И сегодня Рада коалиции обговорил, я знаю, политических сил, как пришвидшить процесс. И это и есть бета презентации тех результатов, про которые были представлены на бритву. То есть есть вариант по-красу. А сейчас реклама, что не успел в следующей части программы. Начнем с Андрея. И с Аленой. Спасибо за аплодисменты. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Черное зеркало». Ну, у нас здесь произошла небольшая перестановка. Я бы не сказал, не смена состава, но задние скамеечники переместились некоторые в первые ряды. Кто-то от нас ушел. И добавился Валерий Калныш, известный политический обозреватель. Частый участник нашей программы. Вот микрофончик не дадите Валерию? Чтобы вас разогреть сразу и включить в дискуссию, вот вам вопрос. Вот как вы воспринимаете то, что сегодня мы вначале так вскользь об этом упомянули, вот что это такое там происходит в Министерстве здравоохранения? Там, что итальянская забастовка, все пишут заявление, недовольны тем, как новая метла по новому метет, я имею в виду министра, или действительно пошла кадровая чистка? Я бы расценивал это как следующий этап той реформы, которую проводит один министр в отдельно взятом министерстве. Мы помним, что Верховная Рада дала Минздраву такой инструмент, как новая процедура заключения сделок по покупке лекарственных средств. То есть теперь это будет проходить через посредничество международных организаций. По большому счету устраняется вот эта коррумпированная составляющая в виде тендеров, в виде госзакупок, там, с одним участником, предположим. И, судя по всему, не все согласились с такой системой, и сейчас начинается второй этап. Кто готов работать в новых условиях, тот остается. Кто не готов работать в новых условиях, того увольняют. И, конечно, это будет вызывать какое-то противодействие внутри самого министерства. Поэтому в данном случае я склонен расценивать, что чем больше шума от среднего звена любого министерства, тем лучше. Потому что мы можем долго говорить о концепциях, о коалиционных соглашениях, о кандидатурах министров. Но ведь решения принимают они, но воплощают далеко не они. Воплощают вот тот чиновник, которого мы не знаем, который не ходит на ток-шоу. Человек, от подписи которого многое зависит. Начальники департаментов, сам министры, да? Конечно, конечно. От них все зависит. Это только в одном отдельно взятом министерстве происходит? И только благодаря тому, что там бывший гражданин Грузии, так сказать, специально привлеченный на службу украинскому государству и гостанец? Я думаю, да, потому что в Верховной Раде, опять же, по странному стечению обстоятельств, закон о государственной службе был подготовлен и даже прошел общественное обсуждение, если не ошибаюсь, по-моему, в октябре, ноябре прошлого года. Только сейчас он оказался в Верховной Раде. Так по коалиционному соглашению нужно было этот закон принимать. Зарегистрированных законопроектов. И вот здесь надо менять. Здесь корень зла. В простых, я никого не хочу обидеть, в простых, невидимых чиновниках, которые воплощают высокие идеалы и высокие задачи, поставленные начальниками. Понятно. Значит, по вашей логике надо ждать теперь перемен, в первую очередь, в Минфине и в Министерстве экономики, да? Наверное, кто первый, тот и молодец. Да, пожалуйста. Андрей, Андрей, потом вы. А на самом деле, если, я думаю, все граждане Украины, которые живут сегодня каждый день в нашем общественном мире, они видят, что уровень коррупции абсолютно не изменился. И, напевно, тут есть определенная логика, что если он не изменился на низовом уровне, то, наверное, что-то сильно изменилось и на высшем уровне. И вы знаете, вот уже больше двух недель, как в Украине прозвучали на всю страну, на всех ток-шоу, в частности, на ваших, с парламентской трибуны, очень серьезные извинувачения с боку главы Держфининспекции, пана Гардієнка, на коррупцию в Украине на общую сумму 7,6 миллиардов гривен. И вы знаете, вот весь этот час такое впечатление, что все заявки идут куда-то поражнее. То есть, у них есть какой-то такой реакции, какой-то особенный момент, мы не видим. Андрей, реагирует, реагирует, Гардієнка самого сегодня обвинили в злоупотреблении. Да, 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 да. Тимчасовой следственной комиссии Верховной Ради, которая должна состояться с представителями всех политических сил, а ее нет, потому что на следующем неделе мы должны проголосовать в Верховной Раде это создание этой Тимчасовой следственной комиссии. Я считаю, что это необходимо сделать для того, чтобы это было публичное и серьезное расследование. Потому что не можно просто сейчас сделать выгляд, что этого не помечено. Потому что, извините, в Украине был Майдан. Величезная количество людей погибло за то, чтобы у нас была другая страна, абсолютно новые правила гри, чтобы, наконец, не было этих ужасных вещей. И когда звучит такие извинения, должна быть адекватная реакция, а не просто заболокирование темы и открывание задним числом каких-то криминальных справ, чтобы там рот не открывали. Поэтому, мне кажется, это сегодня важное вопрос. И завдание к парламенту на следующем неделе. Проголосовать за наш проект создания Тимчасовой следственной комиссии, которую, в частности, Свобода пропонует, и целый ряд других депутатов. И начать этой комиссии работать, чтобы это было публично, открыто, и, наконец, были покорены виновны в этих ситуациях. Андрей Повазанов, а Народный фронт будет голосовать за создание такой комиссии или нет? Я тут не могу не прокомментировать. Я почала говорить уже. Я задал вопрос Андрею, а затем... Просто мне задали вопрос. Я, извините, я... Ну хорошо, извините. Я хочу чётко зауважить, что я особисто, и весь Народный фронт, мы должны бороться с тем популяризмом, который сейчас происходит. Что случилось с паном Гордієнко? Пан Гордієнко расповсюдил хибную неправдивую информацию через два с половиной недели после его отсторонения с посады. Саме через порушения, отстороненные самым премьер-министром Арсеном Яценюком. И те цифры, которые он занимается, 7,5 миллиардов гривен. Я, извините, не перебивайте, пожалуйста, дайте я договорю о фактах. Владимир, дайте договорить, пожалуйста. Не читай ее с бейской историей, не ющей политической стены тоже. Пане ведущей, я прошу. Мы должны говорить... В Италии, Владимир, дайте договорить. Мова фактів и мова документов. 7,5 миллиардов гривен, про которые заявил этот пан Гордієнко, злочинец насправді. Мы чётко зазначаем, что эти, соответственно, документы, которые были проанализованы, комиссия, которая создана Кабинетом Министров... Я могу говорить, что это моя собственная думка, поэтому, извините. И я стверджу, что все документы, жодного документа нет про то, что именно эти 7,5 миллиардов гривен были зловживаниями уряда Ядарова. Я вам поясню, я поясню, что саме ци документы... Вона же подтвердила эти звеномы. Пане, я обещаю, не перебивайте. Вы просто говорили, давайте вести себе корректно. Вести себе корректно, будь ласка. Вы заговорили, дайте договорить. Давайте мы сгадаем историю европейскую. 7,5 миллиардов гривен, насправді... Италия, ця цифра... Ця цифра была... Ви маете повагу до коллег, то есть я путь. Вы маете повагу до коллег. Маете повагу до коллег. Маете, пожалуйста, корректно. А в данном случае, вы просто тисните на человека, чтобы она не продолжала... Я зауважу, зауважу на то, что... 7,5 миллиардов гривен, эта сумма... Пане, я не верю. Поверьте. Шановные громадяни, я не знаю, чому зараз лунают оплески. Мы должны четко зрозуметь, есть документы, которые подтвердят, что из этой цифры только 11 миллиардов гривен подпадают на период действия уряда Яценюка. И только на господарскую деятельность государственных предприятий. Никто не стоит бояться следственной комиссии в парламенте. Потому что, шановные коллеги, я закликаю всех говорить документами, фактами. И подтвердить документы. Время уже будут оприлюднены результаты комиссии, которая была создана Кабинетом. Кабинетом, обвиняйтесь, я не сам себя астроном. Время, выводит, увеки, что... Будь ласка, одно лечение. Пане Евгене, одно лечение, это очень важно. Попробуйте. Послушайте, послушайте. 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 Кто прикрывает партию регионов и, власне, выбачьте, свободу? А кто Пана Гордиенко призначал? Яка втратила свою политическую деятельность. А кто Пана Гордиенко призначил? Кто призначил Пана Гордиенко? Зараз еще не имеет значение. Мое значение. А Мачковского кто призначил? Бачковского кто призначил? А вы дайте ответ на запитание. Почему, когда «Свобода» в листопаде писала запит на коррупцию Бачковского, то из Министерства внутренних справ пришла отписка, что у него все там законно? То-то вы тогда покрывали коррупцию, когда вам было выгодно. А сейчас для пиару, чтобы удалить внимание от ваших стандартов, вы сейчас вытягиваете. Я вот хотел бы сказать, вот посмотрите, комиссия уряду завтра скажет, что там нет порушений. Уряд звинуватили в коррупции, и комиссия уряду скажет, что уряд честный. Ну, это бред собачок. Ну, я не могу поверить, и все побачить. Алена, у вас микрофон открыт. Давайте. У меня три коротких запитания до вас. По-перше, знаете вы, что уже сегодня замминистра юстиции подтвердила про 1,5 миллиарда зловживаний сам из этих звинувачений? По-друге. Чи погоджуетесь вы, что это право меня, как народного депутата, створить тем числом слідчую комиссию? И мой подписчик там есть. Я хочу в этом разобраться. По-третье. Ну, чому это называется популизмом? И чому меня уже названо на сайте Народного фронта рукою Кремля через то, что я пытаюсь проверить документы? Ого ж. Первое вопрос. Не нужно передвижать слова, которые были сказаны сегодня на брифинге с заступником министра юстиции. Никто, никаких цифр не сказал, что это порушение премьер-министра или кабинета министра. Я еще раз повторю и наголошую на то, что там есть порушение периода кабинета министра Яценюка только в деятельности, выявлено в деятельности государственных предприятий, которые есть в предприятии. Андрей, вы очень долго отвечаете на мой простой вопрос. Вы, Народный фронт, даст голоса за создание этой комиссии или нет? Я боюсь. Вы могли просто ответить одним словом. Да? Вы должны понимать, что если будут голоса... Не понимаю. Народный фронт дает голоса за создание этой комиссии. Я правильно понял ваш ответ. Я правильно понял ваш ответ. Пане Евгене, можно сказать... Я думаю, что это работа правоохранительных органов проводить расследование по поводу таких громких заявлений, осуществлять, как минимум, проверку. Генеральный прокурор должен с ним разобраться, и Арсений Яценюк не подтвержден, что он должен дать жесткую информацию. А вы сами верите то, что говорите? Что он разбирается? Пане Евгене, насправді... Насправді, у цей заяви, щодо таких зловживаний в уряде, повною мірою проявляется серьезная урядовая криза. Криза, яка може перерости в парламентскую кризу. Сьогодні невипадково коалиция начала подводить свои подсумки. Из-за того, что до уряда, который представляет большинство в парламенте, есть такие большинные претензии. Безумовно, что в этих условиях, за политической складовой, парламент должен создать комиссию и разобраться в этой ситуации. Если зловживание есть, это основа для достроковых парламентских выборов. Однозначно, если тут есть криминальная складовая, безумовно, должна разбираться и прокуратура дать оценку. Россия будет оплодовать. Почекайте, Россия у вас в всеми виновна. Пока Россия будет виновата в том, что вы сами разберетесь. И мы сами разберемся в своей стране. Реформи не идут, Россия виновна. Вы уйдете против, все виновны. Вы про российский политик, Андрей. Вы знаете, я хотел бы задать аудиторию вопрос. Скажите, кто про российский политик? Той, кто делает коррупцию, или тот, кто борется с коррупцией? Скажите, пожалуйста. Той, кто борется. Если сейчас армия или какие-то другие органы могут недоотримовать деньги, или простые граждане могут недоотримовать деньги через коррупцию, то, возможно, и эта агентура Кремля сидит и этим занимается, и снищает нашу экономику. Я прошу прощения. Вы знаете, мы начали настолько конструктивно вторую часть нашей программы. Вы дали такой прекрасный пас господину Калнишу в отношении того, как мы будем делать реформы. К сожалению, коллега из Народного фронта внес такую нервозность. Вот фраза о том, что правительство самое лучшее за всю историю. Вот мы обсуждали в перерыве. Даже Николай Янович себя не называл самым лучшим премьером. Только самый одиозный представитель попередней влады из попередники, он в своем журнале он себя назвал найкрашим банкиром Схидной Европы. Арбузович, помните, себя называл. Ильших прецедентов в таком плане не было. Давайте действительно попробуем все-таки говорить о том, что нужно делать. У любого ток-шоу должна быть какая-то цель, и мы должны нашим гражданам что-то нести. Если мы говорим о том, господин Калниш сказал о реформе здравоохранения. Вот я могу в чем-то согласиться с ним, в чем-то нет. Если бы действительно реальная проходила децентрализация, то действительно этих всех чиновников из Минздрава можно было бы распустить. Но так как их сейчас распускают, то других чиновников адекватных, которые знают, как проводить тендерные процедуры, их же не полностью отменили. Там масса есть нюансов, которые от того, что набрать людей с улицы, они не будут работать. Там желающих будет очень много. Нет, от желающих много просто сесть на потоки. А для того, надо еще соображать в этом деле, если действительно заняться децентрализацией, передать это на уровень дологованных повноважений, когда действительно местная власть будет понимать, и она будет отвечать, для того, чтобы убрать коррупцию, мы должны понимать, что мы должны убрать место, где это можно взять, и момент от того, что мы будем там все время кричать, что мы выжигаем каленым железом, то одни, то другие, то одни, то другие будут друг друга обвинять, и то одни, то другие будут создавать поле для коррупции. Коллеги, я вас умоляю, давайте все-таки, давайте, хорошо. Министерство здравоохранения, прошло 4 месяца, прошло 4 месяца, как министерство начало работать в новом составе, при новом руководителе. Специально выписали его из Грузии, вроде в Украине нет специалистов, которые бы занимались проблемами реформирования системы здравоохранения. Неправда есть. У всех, кто пробовали, что-то там никак не получается. Так вот нет, так вот я... Евгений Алексеевич, так вот я хочу вам сказать, что за 4 месяца мы вообще-то первый раз услышали о проблеме, которая там решается в Министерстве здравоохранения. Если бы не парламент принял соответствующий закон, то мы бы до теперь не слышали про то Министерство, если честно говорить. Где концепция реформирования системы охраны здоровья? Где она? Для этого запрошу во всем министер, который имеет опыт реформирования. Это что, проблема для всей страны, которых чиновники в Министерстве отстороняют? Я вас прошу. Как я слышу слово «концепция», у меня рука тянется к револьверу. Где законопроекты? Потому что хочется, чтобы была работа, а не документы на тысячах странах. Нет, извините меня. Но от сторонения или освободения чиновников в одном министерстве это не реформа. Это необходимая реформа. Вот о чем мы говорим. А мы сегодня подменяем. Так что вам потребна концепция не охрана здоровья и вы имеете какой-то интерес конкретно в этих чиновниках? Тарас, перестаньте. Марина, я из другой сферы. Вы стараетесь быть похожими на Лену Бодренко. Вы надто культурно и у вас это не выйдет. Да-да. На этом закончили. Теперь переходим на інший нюанс. Концепции, не концепции. Знаете, я дуже пригадую. Концепции, и от них мы еще по тех пилотных областях отхаркуемся. Дай Боже, чтобы делали по-другому. Не надо было вам голосовать за это все. Для чего вы голосовали. Я рассказываю про то, как вы подхваливали. Значит, давайте так. И не пребивайте. Значит, вертаемся до чего. Мы весь сейчас пробуем тут рассказать, как все погано. Ну, поглянемся на колька кроков. Было гирше. Робится там крок. Робится там. Розказали, что полная безкарненность. Начались криминальные дела. А там уже трошки за мовкою. Теперь там погано. Критиковать надо. Я сам готов критиковать. Я очень незадоволен тем, что происходит. А давайте где-то смотреть на то, что реально делается. А теперь маленькая деталь что до того, что была величинская масса шума, и что мы просто зрозумели цину некоторых шумовых эффектов. Следующая комиссия Верховной Рады. Так гучно звучит. Вы знаете, повноважение и результаты деятельности следующих комиссий. Я в десятках таких комиссий был. Я знаю этот закон. Я когда-то пробовал проштовховать группу депутатов. Тогда была страшная потужная опозиция демократичная, что были там и в нашей Украине с Батьковщиной разом добиться, чтобы провели там, где следующие комиссии имеют реальные права. На самом деле не имеют. И сегодня каждый отдельный депутат имеет те самые реально процессуальные права, что и следующая комиссия Верховной Рады. Я не против, я считаю, что есть такая идея, хотя комиссия будет создана и это правильно. Но мы выпускаем пару свисток. Поэтому реально нужно делать работу, а не делать шумовые эффекты. А теперь очень коротко. Что до того, кто главный побечник, прибечник Путяна, и кто на Путяна работает, очевидно, первый, кто на Путяна работает, это коррупционер украинский, абсолютно стопроцентно согласен. Другой, кто на Путяна работает, это тот, кто пробует просто весь час добрыхать, зустить фарби и напустить туману и диму и запустить кучу великой паники. Он является другим после украинского коррупционера и уже тогда на последнем месте те, кто хочет что-то сделать и что-то им немного не вдаётся. Спасибо. А вот сейчас, позвольте мне два слова сказать. Вот смотрите, Николай, вы, по-моему, сказали, что всё-таки должен быть какой-то прок от наших разговоров. Да. Но, вот смотрите, помогите мне разобраться и, может быть, многим зрителям это будет интересно услышать от всех здесь присутствующих. Вот это вот непонятная история с решением судебным по поводу выплаты пенсии для граждан оккупированных временно неконтролируемых центральным украинским правительством территорий. Значит, с одной стороны, судебные инстанции принимают решение, потом подтверждают в высших инстанциях, что постановление правительства о приостановлении выплат подконтрольных террористам населённых пунктов Донецкой и Луганской областей незаконно, тут же получается, что судебные решения Минюсту не указ, и Минюст говорит, что мы эти решения будем выполнять только после того, как территории будут освобождены. Объясните это толком. Можно? Вы знаете, на одной из предыдущих передач, когда возник такой вопрос, и в зале сразу говорят, вот, а как вы себе представляете, на оккупированных фашистской Германии в территории платились пенсии советским гражданам или нет. Так вот, я скажу для тех, кто заявляет такие вещи, что закон о пенсиях в Советском Союзе был принят в 1956 году, а закон о пенсиях для сельского населения был принят в 1964 году. Если пойти по этой логике, по которой говорят о том, что давайте не платить, то это логика Советского Союза, который во многом жертвовал интересами граждан для государственных интересов. То, что произошло сегодня в отношении, когда министр юстиции говорит о том, что нужно наказать судей за судебное решение, это просто какое бы, ну, такого не может быть. Как это может быть? А это практика для министра юстиции? Опять не понравится, Тарас? Опять не понравится, Тарас? А кто повезет? Там три миллиарда гривен. Таким образом организовали. Физически. Одну секундочку. Если мы, если на сегодняшний день, если на сегодняшний день, если на сегодняшний день, если на сегодняшний день, наш президент, вместе с президентами еще трех государств, Германии, Франции и России, договорились о том, что начали действовать минские соглашения, то я думаю, этот вопрос, при желании наша власть может урегулировать, потому что... Понимаете? Однозначно. Речь идет о соглашении оккулированной территории. Я могу сказать о том, что пример... Есть там Без, Безлер, Моторола, которые, знаете... Они просто... Они просто... Значит, вот, ребят, мы говорим о том, что, вот, будучи в Германии, господин Яценюк сказал о том, что мы должны провести выборы на Донбассе как можно быстрее даже под дулами автоматов. И этого никто не заметил. Я не слышала. Нет. Это получается... Совершенно четверто. По этой логике получается, что и пенсии должны раздать под дулами автоматов. Андрей, давайте вспомним, что такое минские соглашения. Потерите руку, что вы думаете. Это наши граждане, которые такие же граждане, как и мы с вами, и нарушаются их консионные права. Понятно. Андрей, давайте вас попрошу. Ну, это судовое решение. Это еще раз подтвердило, что про недолугость нашей властно-судовой системы. И долугость министра юстиции. Я вас прошу, вести себя корректно, чтобы мы не перетворились на перегалкивание. Очень спасибо. Подтвердили недолугость судового системы. Почему? Оскільки ж один из судов не подумал, кто повезет эту помощь, социальные выплаты. Я вам дам слово, что вы прокомментируете. Я вам дам слово, что вы прокомментируете. И кто, зрештою, будет, финансированием терроризма, или реальной допомогой. Я объясню, почему мы, в основном, министерство юстиции, змушены, оскарживать это решение, и это единственное правильное, оскольки, нынешним законодавствам и нынешними реформами чётко зазначено, что те пенсии, которые не могут получать сейчас граждане, которые перебивают на окупованной территории, они их получают, как только, а, будет освободено эти территории от террористов, и, б, будет восстановлено все гражданские законодавства. Второе, это уже больше, чем 800 тысяч пенсионеров из окупованных территорий получают на подконтрольной Украине территории все пенсии. И третье, все пенсии, которые сейчас не выплачиваются из вопросов, которые сейчас происходят в военных, они все накопичуются, и только будет разблокованы соответствующие территории, они сразу будут выплачены в полном объеме. Почему мы спекулюем? Почему мы строим такие штучные конфликты? А что делает человек, который лежит, больной, условно говоря, или там ходить не может? И при этом считает себя гражданин Украины, и совершенно не хочет быть подвластен там энергией. чтобы российские боевики купили оружие и нас все переделали. Андрей, про что свидетельство судовое решение? Я, возможно, кто-то с этим не погодится, кто-то с этим посмеется, но это, на самом деле, свидетельство того, что у нас судовая влада, выполненная абсолютно независимая одна от одного. Потому что сказать что если бы действительно Министерство юстиции было тиск на судовую владу, такого решения не было. Я бы вас не перебивала. Это одна часть. А есть другая часть. Я абсолютно уверена, и я неодноразово говорила про это с Павлом Розенко, который отвечает в Министерстве за социальную политику, они бы выплатили пенсию. Нет просто физической возможности это сделать. На сегодняшний момент есть даже решение судов, как его выполнить. Как доставить до тех людей, которые сегодня находятся на окупованной территории, эти деньги, каждому отдельно. И это вопрос, которое стоит на сегодняшний момент перед абсолютно всем. И я скажу, что для Павла Розенка это большая проблема, потому что есть понимание, что это наши граждане, и мы должны им выплатить их пенсии, но нет возможности это сделать. И я вернусь к Минских угод, про которые шлося. Минские угоды предъявляют выплату и обеспечивание проведения выборов какнайше. Но я хочу напомнить, что там идет. Мова идет исключительно о выборах в соответствии к украинскому законодательству, исключительно о выборах после того, как будет окупована территория звольнена, и мы будем иметь контроль на кордоне, как минимум, с украинского боку и ОБСЄ. И тогда мы сможем все это делать. Питание, как зараз выплачивать пенсии? Вы знаете, к вопросу об обсуждаемой теме. Просто мне бы не хотелось, чтобы некая более глобальная тема тоже осталась в туне. Вот посмотрите. Тот самый опрос, который мы сегодня уже цитировали. Опрос, который проводил институт, простите, Центр Разумкова. Я хотел бы подчеркнуть, проводил при поддержке шведского правительства. То есть, если угодно, шведы заказывали, да? Специально для того, чтобы никакие другие там институты и политические силы не могли бы кто-то упрекнуть, что это почему-то там внутреннему политическому заказу. Вот эта тема постоянно обсуждается в обществе. Хотя там кто-то это считает не политкорректно, но тем не менее. Вот прекратить любые экономические связи с оккупированной частью Донбасса. Выплата пенсии это тоже форма экономических связей. Смотрите, 47,9% поддерживают 33,3% не поддерживают и достаточно большой процент неопределившихся. Вот вы на чей стороне? Здесь очень важно ответить, что на вопрос опроса Центра Разумкова не отвечали жители оккупированных территорий. Их настроения не отображены в этом. Это очень важно. У самих жителей Донбасса не спросили. Ну, и все. Существующие возможности. Я считаю, что социальная помощь и обязательства пенсионных выплат это не экономические отношения, и это надо отделить, разделить. Это обязанность государства, это одна часть. и здесь я считаю, что мы должны, как только у нас появится такая возможность это делать. Есть вторая часть экономические связи. На самом деле, де юре их не должно быть сейчас. И когда вот этот вопрос ставится, он говорит о том, что сегодня фискальная служба не работает, он говорит о том, что сегодня правоохранители не работают, потому что стоят посты, есть пропускная система даже для граждан без грузов, не говоря о грузах. закрыты маршруты, автобусные маршруты, то есть на самом деле де юре этих экономических связей нет. Но все-таки, как должно быть? Я считаю, что оккупированная часть территории не должна сейчас иметь экономические отношения. А сколько стоит провести фуру? Вот только, чтобы об этом замерили, кто провозит? Можно и верить. 3 тысяч гривен? А кто провозит? Можно. Смотрите. Интересно же узнать. Коммерсанты. Хорошо. Смотрите, тут парадоксальная вещь получается. Уголь можно так поставлять с ДНР и ЛНР в Украину. Министр энергетики сказал, мы получаем уголь. Так? Можно, там работают предприятия наших больших олигархов. Они работают. А знаете, как они работают? Это вопрос к фискальной службе. Подождите, но они работают. Нет, еще раз, это вопрос к фискальной службе. Это значит, что они переключают на другую часть Украины счета. Да, получают зарплату, платят налоги, двойное налогообложение там и там. Социальные выплаты не платим. Это первое. Вот парадокс. Подождите секундочку, потом скажем. И второй момент. Спасибо. Вопрос не... Понимаете в чем? Есть опросы, а есть закон. Иногда, вот люди говорят, им нравится, например, преступник, но решение суда. И они не могут его оспорить, потому что есть закон. Если мы будем топтать судей, даже если это не правосудное решение, даже если оно не правосудное, мы никогда не построим судебную систему. Подождите, подождите. Суд надо уважать, какой бы он ни был, потом надо разбираться. Есть решение суда, выполняйте. И неважно, можем и не можем. Вы государство, ищите решение. Разве государство не может решить эту проблему? Это не проблема разы. Между прочим, это проблема государства. Давайте думать, как спасти людей. Это же мы должны спасти своих людей. Вопрос не просто выплаты пенсии, а спасение людей, потому что они умирают, подыхают там. Посмотрите, сколько... Марина Ивановна, все-таки как правовед, как юрист, скажите, вот эта коллизия, как на ваш взгляд ее разрешить? Списать все на то, что у нас плохие судьи коррумпированные? Обычно суд в своей деятельности при принятии решений пользуется и посылается на Конституцию и на законодательство Украины. И исходя из защиты прав и свобод граждан, он принимал это решение. Это не первое сложное для выполнения решение в государстве. Скажу вам. Президент вчера сказал, что голод в кадровой стране. Я его вижу прямо вот очевидно. И вы понимаете, какая ситуация? Что у нас же что получилось с этими оккупированными территориями в отдельных районах Донбасса и Луганска? Только недавно парламент постановой, не закон, постановой, которая не соответствует Конституции Украины, признал отдельные районы, населенные пункты оккупированной территории. Только недавно. Более того, он это сделал по форме в нарушении Конституции. Потому что Крым у нас оккупирован. Но вообще странные ситуации возникают. Марина. И поэтому суд... Мы это признаем оккупированными территориями, но выборы там собираемся проводить, но пенсии не платим. Вот. И об этом, Евгений Алексеевич, я хотела сказать. Тупик политики, да. Вся ситуация состоит в том, что, к сожалению, власть в вопросах конституционного процесса, в вопросах реформ, не действует в соответствии с европейскими стандартами, не действует в соответствии с Конституцией. И получается вот такая ситуация. Попередняя, чи не попередняя хватит, уже рік прошел, три конверти готуйте. Так нам треба расхлебати, что у людей выйдут. Я хочу... Нет. Коллеги! 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 Я хочу вам сказать. Вы посмотрите, что сегодня реально происходит. Если мы говорим об оккупированной территории... С самого начала власть не сказала, что на территории Донецка-Луганска реально идет война. Игрались в АТО. Вот того неправильного, неправового поведения власти все дальше последовательные ошибки. Вот в этом есть серьезная проблема. И не проблема в тех, кто критикует. Надо четко определять... Проблема в компетенции власти. Да. В компетенции, возможности оценивать и давать адекватные результаты. Теперь мы говорили о конституционной реформе. Вы посмотрите, что получается. Сегодня у нас реально и вопрос децентрализации, и вопрос судебной власти четко венецианская комиссия говорит, надо было начинать с реформирования конституции Украины. И только так действовать. Вы сегодня говорите, министр юстиции взял себе за правило. Каждый раз, когда суд принимает решение, которое не нравится лично министру юстиции, он каждый раз говорит о том, что суди коррупционеры во всех случаях, что надо подавать документы в увеличении ответственности и подают каждый раз. Это неправильное поведение. Оксана, Вы правильно сказали, что спостерегается правильная тенденция независимости судовой и выполнительной влады. Но выполнительная влада весь час хочет спонукать судовую владу и подчинить себе. И это очевидно по тех законопроектах, которые сегодня, или по законам, которые принимаются. Это очевидно по тому алгоритму, который запроведен владой по реформированию судовой системы. Вместо того, чтобы реформировать Конституцию, запустить Вищу Раду юстиции за неправосудные решения в установленном порядке притягнуть 10, 50, 100 судов, где очевидно неправосудные были решения. Вы начали принимать про восстановление доверия до судовой влады, где начали лякать судов. Потом про очищение влады, где снова, в другой раз, начали запровадживать механизмы притягивания судов. Вы сегодня приняли закон про право на справедливый суд, где третий раз запроваджаете для судов квалификации и не как карьерный рост, а как ответственность для судов. Что вы делаете с судовой системой? Простите, пожалуйста, Марина, я хотел бы вернуть к тому вопросу, который я задал. А как вся эта ситуация в итоге разрулится-то? Надо искать решения. Надо искать решения. Евгения Алексеевич, надо искать решения. Они же не ищут решения. Элементарно. Все получают эти социальные выплаты, когда мы решим проблему с судовой системой. Но в решении суда про это ничего не сказано. Значит, соответственно, если правительство говорит, что мы решения не суда не выполняем, значит правительство решения суда не выполняет. Мы его оскаржем в установленном законном порядке. И все будет воплачено в установленном законном порядке після припинения конфликта. Я бы очень просил вас на параду, я бы очень просил вас на параду, я висламу вашу параду, только я сейчас скажу два слова, я висламу вашу параду с радостью. Единее что, понимаете, мы сейчас так хорошо говорим про профессионализм влади, про децентрализацию, про принятие хороших и качественных законов, И надо было в минулой владе просто-напросто одну речь сделать, Продолжение следует... Но если бы не награбованы миллиарды, десятки миллиардов гривен, сейчас бы экономика не будет переговорить. Я просто хотел бы до слова сказать про то, что... Нет, секундочку. Я не хочу, знаете, там, много говорить и хвалить свою политическую силу или сам себя, но, наверное, никто не будет встречаться с тем, что Свобода сделал много для того, чтобы повелить режим Януковича. И большинство наших ребят загинуло за это, в том числе на Майдане. И вы знаете, я полностью согласен. И я еще раз скажу, очень много личностного сам делал, и было уже, я знаю, что конкретно на меня и на несколько моих коллег подание, чтобы нас прямо в зале Верховной Ради арештовали после законов 16 сентября и так далее. И у меня есть только одно вопрос. Я помню, что минулая влада была страшная, грабежная, и она привела в Украину войну, она уничтожила экономику. Но у меня одно вопрос. Если за все полтора года сидит хотя бы один представитель минулой влады? У меня второе вопрос. Если уже больше, чем год, покарано хоть кого-то за расстрел людей на Майдане? Больше того, есть сегодня Рада Европы, это не кто-то там, это не политик, это не рука Москвы, это Рада Европы, которая сказала про то, что Министерство внутренних справ блокировало расследование злочиней на Майдане. Командир спецроти Беркуту, садовник, который безусловно давал команды расстреливать людей на Майдане, ему дали втекти из страны. И это как-то так взагалі пішло без никаких особенных обговоров в прессе, его выпустили сюда и дали втекти. И у меня есть серьезное вопрос, почему... Если бы нынешний уряд, если бы нынешний уряд не просто говорив про злочину минулой влады, а кого-то саджав реально за это, то тогда бы было бы намного больше доверия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто хочу сказать коллегам, я трошки больше, чем 100 дней депутат, я не была тут за попереднього парламенту, как вы понимаете. И мне уже набридло чути, что весь час что-то не делается, потому что война, потому что попередняя влада погана, потому что накрали, потому что вы везли кошти. Слушайте, у нас в стране великая депрессия зараз, экономичная и социальная и политическая. Так вот, когда вы думаете, чтобы Рузвельт пришел и начал говорить, что он не может ничего делать, и он не в змозе ничего делать, то что бы произошло? Если вы не профессионалы и если вы сейчас вынуждаете кого-то другого в своих ошибках, то, возможно, нужно просто пойти в отставку некоторым министрам или даже премьеру. А не прикрываться войной или другими попередними людьми. И у меня, я бы хотела повернуть все-таки в конструктивную позицию. Я помню, ночь, когда мы принимали коаляційные угоды, мне пощастило быть присутствием во время подписания коаляційной угоды. И вот, знаете, стоят такие политики, опыты из других фракций, и мне говорили, что, слушайте, а чему вы обьетеся за эту коаляційную угоду? Почему вы обьетеся за какие-то периоды в выполнении, почему вы обьетеся за декон про государственную службу, який мав быть принятый в грудні попереднего года за коаляційной угодой? Я это прописывала там. Все равно оно не будет выполнено. Слушайте, давайте ей подпишем, как есть. Все равно ничего не будет выполнено. И я в это не верила. Я наивно думала, что, ну, слушайте, если мы это пропишем в коаляційной угоде 5 фракций, 5 политических сил, то все будет на своем месте. Сейчас я понимаю, что я помилялась. И сейчас единственная возможность для меня, как для народного депутата, добиваться выполнению коаляційной угодой, это, во-первых, говорить, во-вторых, критиковать тех, кто ее не выполняет, критиковать премьер-министра, который не подав часто законопроект, который до сих пор бы его не подав, если бы мы, как депутаты, не вошли на прес-конференцию и не поведомили про это. А во-вторых, это идти к европейцам и просить про санкции, и просить про то, чтобы европейцы обратились к премьер-министра и требовали подать этот законопроект. Вот почему он подан, и только поэтому подан законопроект про государственную службу. И вы знаете, что говорят европейцы? Ну, опять же, я с Оксаной Продан, член делегации до Европарламенту, и европейцы нам особо говорили, что украинцы, на жаль, никогда не втрачают шанс втратить шанс. Потому что не делается то, что должен делать. Олег, вы что хотите добавить, да? Повторяю ту саму фразу. Нет, ну это действительно легендарная фраза, к сожалению, ее приходилось слышать и в 10-м году. Ну я же, ты же богатурокия. И я понимаю, коллегу, то есть вот по поводу популизма. Мне вообще иногда создают впечатление, что народный фронт это какая-то секта. Они призывают верить. Не знать, а верить. А я считаю, что украинцы должны в первую очередь знать и понимать, что реально происходит. Так вот, когда я от европейских дипломатов слышу гораздо более жесткую критику, чем даже от оппозиционного блока действий нынешней власти. Потому что оппозиционный блок на самом деле, в принципе, объективно заинтересован в том, чтобы эта власть была неудачной. А европейцы под это подписались. Вы понимаете, вы заваливаете не только себя, завалите весь Евросоюз. Потому что в итоге вот Путин как раз и выиграет от того, что... А почему это у них 2% рейтинг? Наверное, потому что все люди такие идут и не замечают, как классно мы все зажили в этой стране. Так вот, на самом деле... А мы не перекручиваем, а там около 4% На самом деле... Пока у нас не будет понимания того, что популизм это в первую очередь неготовность признавать собственные ошибки, вот мы так и будем жить. И это была проблема Януковича, что он не готов был выйти и признать. Это была проблема Азарова. И сейчас то же самое, у нас все время какие-то святые. Арсений Петрович не успел стать премьером, уже корона такая, что в кабинет войти не может. Да пожалуйста, защитите все нашего лидера. Вы знаете, я уже так понимаю, в какую стезю иде наша дискуссия. Это очень приятно, я до этого готовый. Только хочу отметить на том, что, первое, я не переходил все-таки на какие-то образы. Да, мы должны все вести себя корректно. Но, как выяснили коллега Шкрум, я очень правильно ее поддерживаю. Это правильно. Давайте выяснимо, кто из министров работает неэффективно. И притягнем ее до ответственности, извольнимо с посади и заменим. Но мы должны честно помнить, что кто привез этого министра? Политичная сила, которая его рекомендувала, не будем называть это квотами, рекомендувала Батьковщина. Батьковщина несет ответственность. Народный фронт? Народный фронт. Но давайте это делать конструктивно, а не просто на ток-шоу рассказывать, что Арсений Яценюк ничего не делает, или кабинет министра ничего не делает. Нет, есть совместность и есть ответственность каждого министра. Поэтому давайте, если есть претензии, вы сказали. Андрей, мне даже сложно представить, как вы поднимете в Верховной Раде такой вопрос, если вы следственную комиссию организовать не можете. А Следующая комиссия – это выключенный популизм, понимаете? Эту Следующую комиссию, в целом, я не знаю, для чего ее створили. Для чего она будет работать, это зависит от народных депутатов Украины. Власне, самому. Я честно говорю, я очень хорошо отношусь к Яценюку. Это, возможно, непопулярное мнение здесь, но я к нему хорошо отношусь по-человечески. Но я бы на его месте ушел в отставку. Просто ушел в отставку, потому что... Вы не последовательный. Нет, я последовательный. Почему? Потому что... То есть вы его жалеете? Мы... И жалею, что его предлагаете ему уйти в отставку, так что ли? Они, я имею в виду, правительство действительно сделало очень много ошибок. Мы можем говорить, соответствуют они европейской схеме, не соответствуют... Извините, ни одна страна Европейского Союза не переживала то, что сейчас переживает Украину. Поэтому, соответствуя каким-то стандартам, каким-то правилам, устоявшимся нормам, апелляция не принимается, потому что условия совсем другие. Да, может получиться так, что выборы будут проходить на территории оккупированной Донбасса, но пенсии не будут там платиться. Да, есть решения, которые не будут приниматься в обществе. Очевидно. Ну, в отставку я бы, честно говоря, ушел, потому что это правительство не справляется, не справляется премьер-министр, и вот то, что касается по поводу признания ошибок. Да, ошибки надо признавать. Вот. И еще, наверное, скажу, что чем быстрее это произойдет, тем быстрее произойдет некое очищение внутри самой власти. Потому что в данном случае власть зашла в тупик, и она не знает просто, как из этого тупикают. А почему она не справляется, на ваш взгляд, если вы так считаете? Ну, потому что... Объясните, потому что... Немножко голословно получается. Есть простые показатели успешности и неуспешности человеческой жизни. Мы можем говорить о том, что мы получаем ту зарплату, которую хотели бы получать. Мы платим те коммунальные тарифы, которые должны платить. Мы живем в условиях спокойствия и безопасности, в которых мы хотели бы жить. Наверное, это реформы, собственно говоря, и предполагают реформы, где и должны делать жизнь лучше, а не хуже. В данном случае, наверное, жизнь не такая, какую она виделась во время Майдана. И те люди, которые взяли на себя ответственность за реализацию вот этих идеалов, ну, судя по всему, не справились. Понятно. Я бы хотел, давай, да, я полностью поддерживаю Валерию, что он действительно правильно расписал ситуацию. И я вот хочу вспомнить, сразу после выборов, на вашей же передаче я говорил, что, мне кажется, коалиция, которая с самого начала начала между собой ругаться, Еще вот только-только выборы прошли, а уже начался здесь скандал, причем публичный скандал. Долго, видимо, не протянет. И, походу, дело так и получается, что уже сейчас внутренний кризис мешает, внутри коалиции мешает развиваться стране вообще целиком. Не только в парламенте дела не делаются, вообще все идет как-то криво, сквозь и наперекосяк. И, возможно, действительно, стоит задуматься, парламентариям в том числе, да, либо о переформатировании коалиции, поиске каких-то новых людей для того, чтобы ее вести. Либо, может быть, даже для новых выборов, но это уже, наверное, радикально очень, да? Или, может быть, чисто технократическое правительство. Да, совершенно верно. Ну, сейчас просто совершенно очевидно, мне кажется, уже для всех, что объем напряжения внутри парламентской коалиции и объем напряжения даже внутри правительства, когда люди говорят, а вот это не мы, это их министры, пускай они отвечают, да? Ну, как так? Если вы коалиция, то вы как вы не считаете? Ну, это вообще безответственно, на самом деле. Но получается, что все отвечают за все, вроде как, на слова, а на деле никто ни за что не отвечает. И это самая худшая ситуация, какая только можно быть вообще, в принципе. И, к сожалению, такой выход. Не правительство, не правительство, не правительство. Ну, вот идея какая. Понимаете, вот почему криво коалиции... Только если вы говорите очень коротко, да? Да. Потому что у нас, почему у нас 20 лет вот так не получается выстроить и нормальное правительство, и нормальные коалиции. Сколько у нас правительств поменялось, сколько у нас премьеров поменялось. Знаете, в чем проблема? Потому что так, приходит одна власть, это выходцы из Западной Украины. Они хорошо понимают специфику этого региона, но не понимают особенно специфику промышленных регионов Украины. Приходят другие, оттуда приходят. Они понимают хорошо, что такое Донецк, Луганск, Днепропетровск и так далее, но не очень понимают, зачем живет Западная Украина. И так было 20 лет. Больше 20 лет. А сейчас тоже так. Нет, ну, общий у них тоже был. Тоже, тоже так. Ну, общий у них тоже был за эти 20 лет. Поэтому, я хочу... Нет, это да. Коррупция объединяла. Коррупционная идея. Поэтому, общенациональное правительство, должны быть лучшие собранные там профессионалы. Сегодня мы, очевидно, не готовы... Не политическое. Не политическое. Технократическое. Технократическое. И вот это может нам дать шанс. На этот фильм, господа, я прошу прощения. У нас сегодня, к сожалению, время заканчивается вот сейчас. Продолжить сегодня дискуссию... Всем спасибо. Продолжим через неделю. Продолжим в следующий раз через неделю. Всем большое спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...